Омикрон В Ирландии омикронштам находят у каждого третьего заболевшего короной. О массовой пятой волне говорят в Минздраве Германии. Александр живет в Баварии. Говорит, все хотят защититься и вакцинируются активнее. Люди вакцинируются. Я вот тоже планирую, хотя сейчас я пока еще не истратил срок годности. Этот паспорт выздоровеешь, но вакцинироваться буду, потому что без вакцины в принципе никуда. Да и люди говорят, которые болеют по второму разу, они вакцинированы и более в легкой форме переносят. Поэтому люди вакцинируются. Моя жена вакцинировалась тоже. Дополнительные пункты вакцинации открывают за океаном. Нью-Йорк – центр омикрон-вспышки. В США говорят о сотнях, тысячах инфицированных новым штаммом. Австрия закрыла границы с сегодняшнего дня для всех, кроме привитых и переболевших. В Париже из-за нового штамма отменили новогодний праздник на Елисейских полях. По данным ВОЗ, новый вирус уже выявили в 89 странах мира. Есть случаи заражения омикрон-штаммом на Украине. В Молдове пока нет. В Приднестровье тоже. У нас ковид-цифры пока снижаются, но новая ковид-волна уже на подходе. Мы видим, что в Европе нарастает новый штамм омикрон. И, как показывает практика, если где-то в Британии, во Франции, в Италии есть вспышка, то у нас где-то месяца через полтора однозначно тоже будет рост заболеваемости. В панику впадать не надо. Наше дело, еще раз говорю, сосредоточиться на проблеме и принимать соответствующие меры для борьбы и профилактику, и лечения больных. Сейчас корона-центры работают во всех городах. Если что, развернут дополнительные места. Мы это уже проходили не раз. Снизить риски и последствия нового штамма поможет вакцинация. Препараты на выбор у нас есть.